Сегодня 6 ноября 2020 года. Здесь все вокруг, мне кажется, океан-лес. Океан-лес. Бесконечные просторы леса. Это сосны, это ели. И вот они на это все смотрят какими-то столетиями, видимо. И в то же время, в то же время, вот откуда-то оттуда, из недр, бьет источник. И там какая-то деревенька есть, я вижу мостик через вот эту речку. Скорее всего, это река Граничная. Но я могу ошибаться, я все-таки не местная. И оттуда бьет источник. Наверное, он пробил себе дорогу давным-давно. И вот кто-то его все-таки оградил таким образом. И вот здесь такая вот вода отстаивается. Оттуда бьет. Отстаивается вода. И раз люди так охраняют, то она пользуется спросом. Лес. Лес. Это в своем таком... Когда в мощи, в силе, это даже страшно. То есть, ну, к нему как-то надо тоже или родиться, и все это привыкнуть. Я-то выросла в такой ландшафт степной, степи. Степи, Казахстан, степи. И лес для меня это всегда восхищение и страх. И я думаю, это правильно. Надо прислушаться к своему страху. Потому что, ну, я боюсь. Просто боюсь. Даже звук у леса вот такой настораживающий. Вот он как будто дышит. И такое дыхание, дыхание, ну, пугающее. Дыхание леса пугающее. Поэтому это, наверное, кто вырос, знает лес, он как-то на тысеним. А вообще вот у нас, у граждан, у нас не так много обязанностей. Но в то же время вот основные обязанности, это даже ведь не просьба, а обязанность. Это беречь природу, платить налоги и служить в армии. Ну, вот первый пункт беречь природы, это каждому из нас под силу выполнять эту обязанность. Наше любопытство по дорожке привело нас на мостик. Хотя мы здесь и собаку, слышали, что собаки лаяли. Боимся, конечно. Но что, сплошное очарование. Река, и вот на противоположном берегу дом, и лестница к реке. И мы стоим, любуемся, и дочь позвонила из Израиля, из города Рихо. Вот она бежит по улице, по магазинам. И мы переговорили. Здесь есть интернет. Здесь есть интернет. И все близко. И показали дочери красоту. Она тоже немножко поволновалась так для порядка за нас, за родителей неразумных. Но на самом деле это вот уже чудо, к которому мы привыкли. Я подписана на канал. Ну, мне Ютуб выбрасывает, значит, новые какие-то предложения. Я подписалась на канал женщины. Такое северно-европейское государство. И она имеет дом на территории такого массива, у реки, у озера. И она простые вещи, собственно говоря, снимает. Природу. Природу, себя, мужа, собаку. Но я вот открыла ролик, где она молодая, красивая, с корзиной белья, идет, утопает в снегу к веревке, чтобы повесить белье. И вот этот ролик, у нее там миллионы просмотров, весь мир смотрит, называется «Весна». Вот эта осень у нее, осень, это связано со сбором клюквы. Они с мужем, значит, вот все так аккуратненько, красиво идут по территории, по просторам. И вот такими специальные приспособления, и они так это шутя набрали по ведру клюквы. То есть вообще вот это человек, природа, это английский язык там, но я выключаю звук, просто смотрю. Я думаю, многие так делают, смотрит весь мир. Природа, она безгранична. Редактор субтитров А.Семкин